В эти дни в рамках масштабного эколого-патриотического проекта «Лес Победы» сотрудники полиции Адыгеи высадили аллею из саженцев молодых деревьев. Эта акция посвящена памяти героя России Артёма Гармаша, погибшего при исполнении служебного долга. 15 сентября у сотрудников спецподразделения Республиканского МВД считается траурным днём. Всё дело в том, что ровно четыре года назад, спасая жизнь своих боевых товарищей на территории Республики Дагестан, погиб их коллега, прапорщик полиции Артём Гармаш. В этот день уже стала традицией проведения мероприятий в школе, где учился Артём. В церемонии приняли участие руководство и сотрудники Республиканского МВД, представители Общественного совета при ведомстве, ветераны органов внутренних дел и родственники полицейского. На примере доблести и стойкости Артёма будет воспитано не одно поколение сотрудников органов внутренних дел Республики Адыгея и учащихся образовательных учреждений Республики. Мама Героя России Артёма Гармаша Ирина Петровна поблагодарила всех, кто помогает сохранить память о её сыне и пожелала полицейским и школьникам мира и благополучия. Гости, ученики и преподаватели школы почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. Затем присутствующие на созданной в 2014 году Аллеи Славы, посвященной памяти прапорщика Гармаша, высадили саженцы молодых елей. После этого коллеги погибшего героя провели со старшеклассниками урок мужества, они поделились воспоминаниями и ответили на многочисленные вопросы учащихся. Члены Общественного совета при МВД по Республике Адге посетили недавно сформированные подразделения ведомства Управления по вопросам миграции и отдел по контролю за оборотом наркотиков. В ходе визита они ознакомились с перечнем и алгоритмом оказания государственных услуг этими подразделениями. В управлении по вопросам миграции Светлану Дорошенко, Александра Киреева и Сергея Олиференко встретил руководителя этой службы Андрей Скопченко. Вместе со своими заместителями Ириной Ананьевой и Русланом Шовгеновым он провел небольшую экскурсию. В ходе нее представители Общественного совета пообщались с сотрудниками управления и посетителями, после чего обсудили актуальные вопросы деятельности. Общественники отметили доступность необходимой информации для граждан, в том числе информационных стендов с образцами, заявлений и нормативно-правовыми документами. В этот же день представители общественности посетили отдел по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Адге. Специалисты этой службы рассказали о нововведениях в законодательной базе и о том, какие государственные услуги оказываются подразделениям. В завершении визита представители Общественного совета дали оценку увиденному. «Почему меня этот вопрос так заинтересовал? Мы зашли и от неожиданности очередей нет, и людей много нет. И это говорит о том, что достойно ведется вот эта работа. У жителей Республики и города это востребовано, это приятно. Очень хочется, чтобы эту услугу предоставляли всегда качественно, без всяких помех». Сотрудниками полиции Адге ведется активная работа, направленная на выявление и пресечение нарушений в сфере реализации алкогольной продукции. Примечательно, что несмотря на серьезные штрафы, такие факты полицейские регистрируют практически ежедневно. Всего с начала 2016 года в Республике зарегистрировано более 170 административных правонарушений в данной сфере. При этом почти 150 протоколов составлены в отношении лиц, осуществлявших незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Еще около 20 граждан в указанный период привлечены к ответственности за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.